Добрый вечер на 12 канале Час новостей в студии Денис Жарков сегодня в выпуске. Золото, серебро, бронза. У амичей полный олимпийский комплект. Триумфаторы игр в Бразилии принимают поздравления. Диагноз не подтвердился. Водитель автобуса, протаранивший 12 автомобилей, не страдал эпилепсией. Десять дней до начала учебного года. Насколько процентов готовы школы и что грозит тем, кто затягивает с ремонтом? Символы и гордость нации в России отмечают день флага. Знакомство состоялось. Новый главный тренер авангарда впервые занял свое место в пресс-центре клуба и поделился мыслями с омскими журналистами. Сегодня во всем мире подводят итоги самого крупного спортивного форума четырехлетия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В эту ночь на стадионе Маракана 11 тысяч атлетов со всего мира сказали спасибо Бразилии и здравствуй Япония. Церемония закрытия игр стала настоящим карнавалом. Две недели российские болельщики с волнением следили за успехами соотечественников. 31-е летние Олимпийские игры войдут в историю как неоднозначные. Горький осадок от того, как обошлись с нашими легкоатлетами, все же остался. И тем не менее, несмотря на предвзятое отношение, сборная России выступила достойно. Четвертое место в общем зачете российской команде обеспечило золото гимнасток, ставшее 18-м в копилке сборной. Россиянкам на играх в Рио не было равных как в индивидуальном первенстве, так и в командном. Наши грацы опередили конкуренток за значительным отрывом, а 18-летняя амичика Вера Бирюкова стала олимпийской чемпионкой. Как показали себя на Олимпиаде омские спортсмены, расскажет Елена Смирнова. Справляться с эмоциями спустя почти сутки с момента выступления дочери Оксане Бирюковой все еще трудно. И хотя уже точно известно, ее Вера домой вернется с золотой олимпийской медалью. В выступлении чемпионки мама пересматривает замиранием сердца и слезами счастья на глазах. Она, пожалуй, как никто другой знает, с каким трудом и сквозь какие тернии девочка шла к олимпийскому пьедесталу. На самом деле она очень тяжело к этому шла. У нее было две травмы одна за другой подряд. Два перелома ноги. Один раз левая нога, другой раз правая нога. Но она восстановилась, она смогла восстановиться. Я ей на Новый год вот куколку шила, которая сидит вот на этих подушечках. У меня она держит в руках часики, куколка. В общем, композицию эту назвала всему свое время. Почему-то мне так захотелось в поддержку ее шить куклу. Она приехала на Новый год, я подарила ей вот такую куколку. Ну, вот я думаю, что она нам тоже помогла каким-то образом. В том, что звездный час омской гимнастки рано или поздно настанет, не сомневались и омские тренеры. Одна из первых наставниц Веры Любовь Пашкова вспоминает потенциал юной чемпионки. Был заметен сразу. Во-первых, очень колоссальная трудоспособность. Во-вторых, она не капризная, не вредная. То есть, она беспрекословно выполняла все, как говорится, требования. Во-вторых, видно было, что она любит художественную гимнастику, что это ее жизнь. Поэтому она готова была тренироваться и в зале, как говорится, мы находились очень большое количество времени. Во-вторых, у нее очень хорошие физические данные для того, чтобы быть хорошей гимнасткой. То есть, это видно. Иначе и быть не могло, комментирует победу нашей сборной и заслуженный тренер Вера Штельбаумс. Вот у кого спортивное чутье на олимпийских звездочек. Штельбаумс воспитала не одну чемпионку. Омск и всю Россию на играх разных лет прославляли. Ее Ирина Чащина, Ксения Дудкина, Маргарита Алийчук и Евгения Канаева. Без медалей не вернулся никто. На вопрос о секрете успеха легендарный тренер разводит руками. Не знаю. Сибиряки не сдаются. Один мозг. Сибиряки должны быть всегда впереди. Сибирский характер удастся. Да, сибирский характер проявляется. Конечно, хорошо. Как? Отлично. Молодцы. Выиграли. Это же так и должно было быть. Но все равно было волнительно очень в этот раз. Дополнительная сложность для наших гимнасток была в том, что выступали они в последний день как представительницы самого зрелищного вида спорта. Но, несмотря на волнение, традиционно справились, поставив тем самым красивую финальную точку. Впрочем, есть нам чем гордиться и в других видах спорта. Немногим ранее в копилке российских олимпийцев оказались награды, которые стали приятным сюрпризом. Так серебро Виталины Бацарашкиной на ее дебютных играх тренер-чемпионки Наталья Кудрина назвала спортивным подвигом. Выстрел 19-летней Виталины в финале турнира Бразильской Олимпиады стал самым метким в истории омского стрелкового спорта. Любовь к нему Виталине привел дедушка, однажды подарившая ей на 8 марта винтовку. И веривший, внучка однажды достреляет до самых высоких наград. Сейчас вам пришло уже осознание, что вы в свои 19 лет на своей первой олимпиаде завоевали серебро. Ну просто колоссальное достижение. Вам вот это осознание пришло? Да ладно, столько попаса. Нет еще. Как вас поздравляли вообще товарищи по сборной, подруги, тренеры? Что говорили вообще там вот в олимпийской деревне? Все очень рады были, все поздравляли. Мы всегда друг за другом очень радуемся. И там вообще все прям счастливы были. Не меньше эмоций у россиян вызвала еще одна победа, также одержанная мечом. Бронзовая медаль погреблена байдарке-одиночке у Романа Аношкина. И это фактически выход из замкнутого круга. Награда для России первая с 1972 года. В финальном заезде на дистанции 1000 метров омскому спортсмену пришлось побороться с сильнейшими байдарочниками мира. Уступил он только представителям Испании и Чехии. До сих пор еще не верится, что все-таки получилось заработать эту медаль. Ну, все равно мы к ней шли, старались и надеялись, что все-таки она будет. Но верилось с трудом все равно. Столько народу сразу написал, я вообще был в шоке. Даже незнакомые люди писали, поздравляли, говорили спасибо за медаль. И очень приятно было, что столько народу смотрело, болело, переживало за меня. Очень приятно было. Роман, к слову, не только олимпийский чемпион, еще и заслуженный мастер спорта. Почетное звание мячу присвоили вскоре после выступления на Олимпиаде. Такое же будет носить и Виталина Бацарашкина. Всего на летних играх у Бразилии разыграли более 300 комплектов наград, 56 медалей. Завоевали российские атлеты. Следующая летняя Олимпиада в 2020 году в Токио. Нет ни малейших сомнений. Из страны восходящего солнца наша сборная привезет не меньше золота, серебра и бронзы. Не обойдется и без вклада омских спортсменов. Елена Смирнова, Денис Лопарев, 12 канал. С золотом Олимпиады Веру Бирюкову поздравил Виктор Назаров. Цитирую. Ваша золотая медаль продолжила славную традицию омской школы гимнастики. Не возвращаться с Олимпиады без наград. Серебро Ирины Чащиной, золото Маргарита Альичук и Ксении Дудкиной, два золота Евгении Канаевой и ваша золотая медаль ярко свидетельствуют о высоком уровне развития омского спорта. Вместе с Виталиной Бацарашкиной и Романом Аножкиным вы завоевали для Омской области полный комплект олимпийских медалей, говорится в поздравительной телеграмме губернатора. Сборная России завершила выступление в Олимпиаде на четвертой строчке неофициального общекомандного медального зачета. Наши спортсмены завоевали 56 наград. 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Своими медалями атлеты блеснули на церемонии закрытия игр. В ночь с воскресенья на понедельник на стадионе Маракана прошли торжества. Праздник в Рио-де-Жанейро получился, как всегда, ярким. Во время церемонии громкими аплодисментами зрители встретили двукратную олимпийскую чемпионку в прыжках в шестом Елену Исенбаеву. Атлетку представили уже в качестве нового члена Международного Олимпийского комитета. Избрание Исенбаевой прокомментировал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, цитирую. «Очень символично, что ее выбрали, когда ее не допустили до Олимпиады. Это ответ всех спортсменов на несправедливость. Это победа Елены Исенбаевой. Олимпийцы всего мира отдали свои голоса за Лену. Это чрезвычайно важно сегодня в той ситуации, в которой оказалась она перед этими играми. Это огромное доверие, которое оказано Елене. И, безусловно, это абсолютно заслуженное избрание. Потому что Елена всей своей спортивной карьерой, всеми своими достижениями, своей человеческой и гражданской позицией, безусловно, заслужила то, чтобы отстаивать права спортсменов всего мира в МОК. А для ИААФ, мне кажется, это достаточно серьезный урок. Им нужно задуматься о своей дальнейшей позиции в отношении допуска спортсменов к различным международным соревнованиям». Конец цитаты. Добавлю, что голосование проводилось среди спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На четыре свободных места в комиссии МОК претендовали 23 кандидата. За Исенбаеву отдали 1365 голосов. Елена благодарит за поддержку всех спортсменов и президента Олимпийского комитета России Александра Жукова, который проделал немалую работу, отстаивая интересы российских атлетов. Александр Митриевич проделал огромную работу для того, чтобы нашу сборную допустили. Он несколько раз выступал на сессиях МОК, насколько мне известно. И очень приятно, что многие из членов МОК его поддержали и услышали. И услышали, самое главное, тот посыл, который он старался донести. Так что мы его за это благодарим. И очень приятно, что сегодня наши спортсмены поддержали его со своими результатами. Срок мандата Елены Симбаевой в комиссии составит 8 лет. И уже в ближайшее время в новом статусе спортсменке предстоит отстаивать право на участие в Паралимпийских играх российских атлетов. Здесь так же, как в истории с нашими легкоатлетами, много вопросов. Игры стартуют в Бразилии 7 сентября. Появляется возможность влияния на те решения, которые принимает МОК. Появляется возможность представления отечественной легкой атлетики на уровне международной, самой авторитетной, самой, так скажем, высокой спортивной организации. Конечно, это результат работы очень многих, в том числе отстаивания интересов нашего спорта со стороны Олимпийского комитета России. Александр Медведевич Жуков очень много сделал для того, чтобы наши спортсмены все-таки были представлены на Олимпийских играх. И то решение, которое было принято во многом благодаря вот такой твердой позиции и авторитету Олимпийского комитета России. К другим темам. Эпилепсии у водителя автобуса, протаранившего 12 автомобилей, не было. И это заключение от специалистов от медицины. Крупная авария произошла 18 августа на улице 70 лет октября. В районе одного из торговых центров водитель автобуса резко свернул с проезжей части на парковку, где смял 12 авто. Как сообщают очевидцы, из кабины Лиаза шофера вытащили без сознания. На месте ему оказали медицинскую помощь. В момент ДТП в автобусе находилось 10 пассажиров. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Водитель уже прошел все медобследования. Диагноз эпилепсия не подтвердился. Сейчас мужчина идет на поправку. Пациент в настоящее время проходит лечение в больнице. Состояние на сегодняшний день расценивается его как удовлетворительное. Дополнительно можем сказать, что диагноз, который в сетях был, что с пациентом случилась эпилепсия, он не подтверждается. Ориентировочно, я думаю, что на этой неделе, ближе к концу недели, он будет выписан на долечивание в поликлинику по месту жительства. По какой причине произошла авария, пока по-прежнему выясняют, расследованием занимается полиция. Добавлю, это уже не первое ДТП в Омске, которое происходит из-за ухудшения самочувствия водителя. 24 июня прошлого года в аварии на Сарапятском тракте, когда автобус протаранил груженный кирпичем КАМАЗ, погибли 16 человек. Все они ехали после рабочей смены и были сотрудниками птицефабрики. У водителя за рулем случился сердечный приступ. Продолжение следует... Доктор философских наук посетовал, что современное образование стало бумажным. Бюрократические принципы необходимо ликвидировать, заявил Смолин. Рассказал депутат Госдумы и об изменениях образовательных стандартов в новом учебном году. Прежде всего, доступная среда для детей с ограниченными возможностями – специальные учебники. Также с такими ребятами должны работать педагоги исключительно с соответствующей квалификацией. Неожиданным для учителей стало заявление о реорганизации ЕГЭ. Многие дети к ЕГЭ уже привыкли. Кстати, по моей просьбе, Рособорнадзор ввел в инструкцию по проведению ЕГЭ обязательное пожелание детям удачи. Но этого мало. Мы действительно считаем, что надо менять саму идеологию экзамена, вместо крайне жестких условий дать возможность за счет расширения права выбора показать лучшее из того, чему тебя научили. Впрочем, многие образовательные стандарты останутся неизменными. Вопрос об отмене заочного обучения решился в пользу вечерки. В рамках августовского пиццаэта в Омске работало 45 диалоговых площадок, прошли совещания в области. И вот какие материалы вы увидите во второй части выпуска. Эти пламенные сердца подарили Омску новую жизнь. Завод Баранова отмечает вековой юбилей. Символы и гордость нации в России празднуют День флага. И ястребы полной оптимизма, и шторм на большом экране. Новости спорта от Ольги Свидинской. Столетие посвящается одной из старейших и крупнейших в России предприятий по производству моторов для гражданских и военных самолетов. Завод имени Баранова отмечает вековой юбилей. Завод был основан в 1916 году в Запорожье. В Омск его эвакуировали в 1941-м. Предприятие дало городу новую жизнь и потенциал, сделав его одним из крупнейших промышленных центров в стране. О том, как барановцы отпраздновали день рождения и какие перспективы ждут производственное объединение, расскажет Никита Смирнов. В парке 30-летие ВЛКСМ море воздушных шаров и шквал веселья. На сцене творческие коллективы региона, гимнасты и акробаты. Здесь же вручают благодарственные письма и памятные грамоты работникам за вклад в развитие компании и добросовестный труд. На сегодняшний день перспективы у моторостроительного предприятия «Радужные». Со следующего года на территории завода «Салют», куда входит производственное объединение имени Баранова, начнется первый этап создания научного технопарка, который обеспечит новыми рабочими местами сотни омских специалистов. А самое главное – повысит обороноспособность страны. Здесь появится новая площадка для окончательной сборки и испытаний авиационных двигателей как для гражданских самолетов, так и для военной летной техники. На Омский филиал делается огромная ставка в плане развития и освоения новых видов изделий. Первые плоды – это эти решения, которые были предприняты и те действия, которые были предприняты. Они позволили Омской площадке освоить по программе импортозамещения двигатель АИ-222. Весь газогенератор, если он раньше поставлялся с Украины, на сегодняшний момент, уже с февраля прошлого года, полностью поставляется с омской земли. Сегодня в цеха моторостроительного предприятия поступают станки, которые не только обеспечивают большую точность и скорость при изготовлении деталей, но и позволяют обрабатывать их с помощью лазерных технологий. Только один из последних примеров – уникальный роботизированный комплекс глубинного шлифования рабочих и сопловых лопаток. Сегодня предприятие – это новый драйв нашей экономики региона. И, понимаете, вот можно говорить много о предприятии, насколько сегодня оно стабильно и устойчиво. Но все, что не делается там, это, безусловно, делают люди. Делайте вы, дорогие заводчане, делайте вы омичи. Большой юбилей большого предприятия завершился праздничным концертом. Сотрудники завода имени Баранова расходились в приподнятом настроении. А уже завтра им предстоит вернуться к любимому делу, которое не только в Омске, но и во всей стране оценили по достоинству. Сегодня в России отмечает день государственного флага. Праздник установлен в 1994 году указом президента России. Сегодня молодые активисты «Единой России» раздавали флаги о мечам. Традиционная акция в Омске проходит ежегодно уже на протяжении 10 лет. Российские триколор могли получить все желающие у кинотеатра «Маяковский». По словам организаторов, за последние два года в обществе заметно выросли патриотические настроения. И российский флаг наряду с гимном и гербом стал иметь еще большее значение как в международных отношениях, так и внутри государства. Угрозы внешне очень сильны, как никогда, наверное, в последние годы. Вдвойне, втройне важно тем, чтобы у нас наши государственные символы объединяли россиян. Всех людей, кто живет в нашей великой, единой, неделимой России. Это как раз знак того, что мы вместе, сегодняшняя наша акция, которая проходит, знак того, что вместе, когда мы, то мы непобедимы. Амич Михаил Еремеев даже написал песню о российском триколории и презентовал ее как раз в день государственного флага страны. Белая вьюга, синее небо, красный закат. Это Россия, где бы я ни был, с нами наш флаг. Михаил не профессиональный музыкант, он занимается бизнесом, но в свободное время пишет стихи и сочиняет музыку. Идея написать песню о государственном флаге родилась после того, как началась операция ВКС в Сирии. По мнению исполнителя, Россия начала последовательно отстаивать свои геополитические интересы, причем действует исключительно как государство-миротворец. И это говорит о возрождении независимой политики страны. Жители Октябрьского округа сегодня развернули гигантский триколор, флешмоб «Я люблю Россию» посвятили Дню флага Российской Федерации. Для жителей близлежащих домов устроили концерт с участием эстрадного артиста Владимира Соболя, а для детей организовали игры с призами. Это наш родной флаг. Мы должны гордиться тем, что, будь хотя бы не такой сейчас красный, как раньше был в СССР, но все равно за этот флаг нашу Родину воевали наши деды, наши отцы, поэтому мы должны гордиться. У нас три главных символа страны. Тебе нужно радоваться, как будто ты где ушел. Государственный флаг и, конечно, гимн. Я помню время, когда запрещали даже в руках флаг держать. Но это флаг-символ. Безусловно, должно быть особое уважение к государственному флагу. А сейчас на 12-м канале время спортивных новостей. Ко мне присоединяется Ольга Свидинская. Ольга, Олимпиада закончилась, и сегодня именно с ее итогов мы открывали выпуск новостей. Но неужели есть еще какие-то спортивные новости? Ты знаешь, мир спорта, он многогранен, и живем не Олимпиадой единой. Приветствую всех телезрителей и поздравляю российских атлетов с успешным завершением бразильских игр. Особенно наших омских чемпионов и призеров. А новости есть, их немало. Предлагаю начать. Хоккейные болельщики ликуют. Его величество большой хоккей вновь накрывает континент. Сегодня стартует девятый сезон КХЛ. ЦСКА сыграет с магниткой. А для «Авангарда» регулярный чемпионат начнется игрой с Ханты-Мансийской «Югрой» завтра. Ястребы примут соперника на домашнем льду. Первым этот матч станет и для обновленного тренерского штаба. Напомню, подготовкой команды к играм теперь занимается Федор Конорейкин, который пришел на смену Корнаухову. Второй матч на этой неделе запланирован на 25 августа. Омская команда сразится с автомобилистом из Екатеринбурга. Обновленную команду клуб представил на территории «Авангарда». На площади у арены «Омск» для поклонников хоккея и фанатов клуба провели масштабный праздник. Гостей ждали интерактивные площадки, викторины, розыгрыши и автограф-шоу. Устроили его звезды хоккея Максим Сушинский и Дмитрий Затонский, которые специально прилетели в «Омск» на праздник. Первое, что на территории «Авангарда» решили сделать поклонники клуба, это, конечно, скрестить клюшки. Возможности для этого здесь масса и даже не обязательно выходить на лед. Другим фанатам хоккея сила и выносливость пригодились в очередях. Наградой за терпение стали автографы легенд омского спорта Дмитрия Затонского и Максима Сушинского. Если говорить о том, нужно это или не нужно, то, конечно, нужно. Это популяризация омского, во-первых, хоккея и всем. Я думаю, что, глядя на омский «Авангард», будут проводить эту территорию в каждом городе. Поэтому это суперначало. И я поздравляю Омск, что они, как обычно, первые этого внедрили. Вы посмотрите, сколько народу, сколько болельщиков клуба пришло на этот праздник. И это, наверное, самое главное. Ради этого мы все и делали. Потому что болельщики и команда неразделимы. И вы знаете, девиз этого сезона у нас – вместе мы сможем больше. И не только в спорте. В том, что «Авангард» всегда рядом, вскоре убедятся юные пациенты гематологического отделения. Именно туда направят деньги, собранные на спортивно-благотворительном аукционе. Самым дорогим лотом стала клюшка Максима Сушинского. Ушла за 11 тысяч рублей. Чуть уступил сцене сертификат на ужин в компании хоккеистов Николая Лемтюгова и Егора Мартынова. А вот некоторые ястребы решили накормить болельщиков. Так вратарь Доминик Фуру гостей фестиваль угощал блинами. А нападающий Александр Пережогин вместе с автографами раздавал арбузы. Лето жарко, арбузы вкусные. Почему не арбузы? Люди берут и угощаются. Для самых смелых фото с живым символом команды Ястребом. Впрочем, автографы, фотозоны и интерактивные площадки лишь предваряли основное действие. Кульминация праздника – выход на лед омской команды. К вершинам турнирной таблицы чемпионата КХЛ в новом сезоне Ястребов поведет капитан Евгений Медведев. Но одним из самых громких приобретений клуба многие уже окрестили появление в команде центрального нападающего из Канады Деры Короя. После презентации – мастер-шоу в командах именитые хоккеисты прошлых и действующего состава Ястребов. А также воспитанники хоккейной школы и болельщики, прошедшие для участия специальный кастинг. Среди испытаний, которые ждали спортсменов – эстафета, перетягивание каната и живая шайба. Впрочем, здесь хорошее настроение важнее победы. А вот в более принципиальных матчах первой «Авангарду» предстоит уже завтра. Омские ястребы уступать призовые очки уж точно не собираются. Анна Кокорина, Елена Смирнова, Денис Лопарев, 12 канал. И сегодня новый главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Федор Конорейкин впервые встретился с журналистами. Наставник омских ястребов полон оптимизма. Результаты тренировок показывают, что игроки «Авангарда» физически готовы к предстоящему сезону. Конечно, с коллективом пришлось знакомиться в оперативном режиме, поскольку главным тренером Конорейкина назначили всего неделю назад. Но на далеко идущие планы столь стремительные перемены сказаться не должны, считает новый наставник омских хоккеистов. Удовлетворительное состояние команды на сегодняшний день. Мы пришли со своей программой, поэтому мы с благодарностью приняли эту работу, которую провел предыдущий штаб тренерский. Но мы уже работаем по своей схеме, по своим линиям. Селекционная работа и усиление состава – это, конечно, работа на протяжении всего сезона. Мы понимаем, что у нас сейчас в составе четыре легионера, поэтому есть моменты усиления. И я думаю, что по составу мы будем работать на протяжении всего сезона. Задачи, которые сегодня стоят перед командой и тренерским штабом, ни много ни мало – кубок Гагарина. Что же касается минимума, то здесь хоккеистам «Авангарда» ясно озвучена цель – финал конференции. Говорили сегодня и о перспективах омской молодежи. Конорейкин намерен дать шанс талантливым игрокам. Новым лидером «Авангарда» стал защитник Евгений Медведев, который этим летом вернулся из НХЛ и подписал контракт с ястребами. Слабых соперников нет, тем более в плей-офф. Будем готовиться абсолютно на каждую команду и выходить, и стараться побеждать. Только так, я считаю, закаляется вот эта психология победителя. Не иначе. И напомню еще раз, для «Авангарда» регулярный чемпионат начнется игрой с ханты-мансийской «Югрой» завтра. Ястребы примут соперника на домашнем льду. 12-й канал покажет игры в прямом эфире. Начало трансляции в 18.55. Сегодня состоялся предпремьерный показ фильма «Спарта». Картина интересна тем, что одну из ролей сыграл Амич, чемпион мира по смешанным единоборствам по версии «Беллатор» Александр Шлеменко. Вместе с Александром в картине играют Денис Никифоров, знакомый многим по фильму «Бой с тенью», актер Владимир Епифанцев и известный боец Николай Кудряшов, который является также режиссером фильма. Картина рассказывает об истории спортсмена, которая меняется в один миг. Удачливый боец готовится выступать в Америке, однако ввязывается в драку и оказывается за решеткой. Широкая публика увидит фильм на большом экране 25 августа. Ну а мой коллега Сергей Лисков, которому посчастливилось уже сегодня посмотреть картину, подробно расскажет о сюжетной линии «Спарты» уже в завтрашних выпусках новостей. О дебюте в съемках художественного фильма одним из первых Александр Шлеменко рассказал ученикам Летней Академии Наук. Спортсмен побывал в гостях у ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере имени Карбышева. Больше часа длилось общение звезды ММА со школьниками. Что больше интересовало девчонок и мальчишек, расскажет Екатерина Баучевская. Юные физики и химики встречают чемпиона мира шквалом аплодисментов. И первая часть их встречи запланирована в формате диалога. Ребята спрашивают, боец ММА отвечает. Формулу жизни, сила воли плюс лидерские качества, умноженные на спортивный дух, будущим выпускникам расписал Александр Шлеменко. И когда ты еще на себя берешь, что-то постороннее нам может помешать твоей профессиональной деятельности. Впрочем, вопросы об успешной карьере явно уступали вопросам о спортивных достижениях. Молодые специалисты Летней Академии Наук, как оказалось, знают на яд терминологию ММА, биографию и даже фильмографию шторма. Самых активных интервьюеров боец наградил. После пригласил в спортзал, где проверил уже на практике, насколько хорошо ребята знакомы со спортом. Продемонстрировал и свои коронные приемы. Я забираю голову вот так. Вот видите все. Вот так даже палец беру. Второй я накладываю себе вот так на руку. Ну ты, кстати, не увидишь, я нужно по-другому посмотреть. Просто... И самое главное теперь, что мне нужно сделать, упереть себе в живот. Отжимания и приседания. Ко второму спортивному этапу встречи молодые ученые готовились два дня. Накануне сдавали нормы ГТО. Мальчишки под щетку мира прокачали руки, а девчонки ноги. И Шлеменко вновь выбрал лидеров. Те, кто занимаются спортом, те и в жизни добиваются хорошего результата. Почему? Потому что спорт, тем более наш вид спорта, индивидуальный вид спорта, не командный. Учит отвечать за свои поступки, в первую очередь. Учит и развивает духовым качеством. Учит любить свою родину, уважать ближнего и помогать ему. Имея боевой дух и имея какие-то бойцовские качества, в простой жизни будет намного проще. Волна вопросов накрыла штормой и в спортзале. Способы самозащиты заинтересовали не только сильный пол. Девушки, они очень большое влияние оказывают на мальчиков. Они как могут сделать их как сильнее, так и слабее. И вот пытаешься как-то объяснять, чтобы они их делали только сильнее. Конечно, неожиданно, что к нам приехал такой спортсмен, ловец смешанных единоборств. Я приятно удивлена. И мне понравился наш тренинг. И я получала новые знания. В завершении автограф-шоу и, конечно, традиционное общее фото. Александра Шлеменко провожают аплодисментами, а в оздоровительном лагере ждут визита уже следующего интересного гостя. Квесты, деловые игры и форумы ученикам Летней Академии Наук знаменитые. Мечи будут проводить до 29 августа. Екатерина Булучевская и Павел Манжос, 12 канал. О новостях спорта нам рассказала Ольга Свидинская. Спасибо за внимание. До встречи. 221 год со дня основания. В эти выходные отметил Калачинск. Праздничные гуляния развернулись на главной площади города. Самым зрелищным и масштабным стал фестиваль Калача. В этом году он прошел уже во второй раз. Пекари представили более 30 разновидностей этого бренда Омской области. Отведать угощение и поздравить город с праздником приехал Виктор Назаров. Сегодня Калачинск – это один из самых прогрессивных районов. О прошлом, настоящем и будущем города. Дарья Шадрина. Румяная сдоба – не только главный символ праздника. Наряду с сибирским международным марафоном еще один бренд Омской области. Без него не обходится и награждение – юбилейную медаль Омск-300-летие. Благодарственные письма губернатора Омской области Виктор Назаров вручает калачинцам, которые внесли вклад в развитие района. Сегодня Калачинск – территория стабильного развития. На этот район делают большие ставки в реализации инвестиционных проектов. Когда инвестор приезжает в регион, мы одним из первых показываем именно Калачинский район, именно те участки, которые администрация готова дать сегодня инвесторам. И, конечно же, здесь есть очень серьезная перспектива для создания новых предприятий. Поэтому Калачинск – это, я уже говорил, это та территория устойчивого развития, на которую мы сегодня делаем ставку в рамках инвестиционных проектов. Реализовывать проекты здесь умеют. В районе активно развивается промышленность, создаются условия для жизни, работы и учебы. За последнее время в Калачинске возвели хоккейную коробку, отремонтировали два спортзала. В ближайшее время заработает современный кинотеатр, готовится к открытию Центр культурного развития. В районе всерьез задумались о развитии внутреннего туризма. Тем более, что местный бренд уже есть. К праздникам в историко-краеведческом музее открыли экспозицию, посвященную предкам – калача и пекарям, которые хранят уникальные рецепты сдобы уже не первый век. Дарья Шадрина, 12 канал. Эти и другие новости на сайте 12 канал.ру. Впереди прогноз погоды. Увидимся после рекламы. Омск Сайдинг Инвест. Новое производство. Кованые решетки. Евроокно Стандарт. Балконы и лоджии. 700-007. Адрес точно тот. А вход? Двагис покажет не только адрес организации, но и вход. Детальная информация о городе. Скачайте бесплатно. Двагис, если быть точным, работает оффлайн. Джек, идем гулять? Ой, не идем. Настоящий друг всегда знает, что тебе нужно. Алмак 01. Акция. До 31 августа. Купите Алмак 01 со скидкой 20% в аптечной сети Госаптега. Хотите выгодные цены? Тогда вам в низкоцен. Ведь у нас окорочка цыплят Николаевский продукт 89 рублей за килограмм. Майонез Ряба 400 граммов 37,90. Сайра Тихоокеанская 250 граммов 54 рубля. Тим Ривз, ура! Довольные покупатели – наша главная ценность. Радио Шансон. 15 лет в эфире. Каждый год мы устраиваем музыкальные фестивали, бархатный шансон и эх, разгуляй. И торжественно вручаем премию Шансон Года. Мобильное приложение Радио Шансон и площадки в социальных сетях открывают новые возможности для общения с нашей аудиторией. Радио Шансон. Это музыка вокруг стихов. Для кого-то долгий путь, для нас прогулка. Кому-то суровый климат, для нас пляж. Для кого-то скалы, нам смотровая площадка. Кто-то говорит для избранных, мы говорим для каждого. Кредиты на любые цели в Банке Восточной. Банк Восточный. Банк с нашим характером. Смотри не спеша. Спутниковое ТВ в рассрочку на 6 месяцев. Телекарта. Смотри, не переплачивай. И о погоде. Завтра, 23 августа, в регионе переменная облачность. Температура воздуха ночью 11-15, днем 23-26 градусов. В Омске ясно. В ночные часы 13-15, днем до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok